Всем добрейшего утречка! Вот так у меня расцвела мемоска. Смотрите, какие лохматые веточки красивые. Видите, уже коричневатая цветает, но тем не менее пахнет. Также тюльпаны из Дня Святого Валентина. У меня стоят еще, посмотрите, какие красотули. Прямо как солдатики оловянные. И скоро, кстати, будут цвести у меня орхидейки. Итак, как вы понимаете, я в очередном Меркотино Узата в центре Рима. Порто Маджоли, по-моему, называется он. При входе, как обычно, витрины мы смотрим, вазы. Но в этом Меркотино Узата попадаются действительно очень достойные вещи. И иногда даже очень дорогие. Ну, например, как вот эти картины, которые стоят в витрине. Они по 1000 евро, 1900. Разные статуэтки. Здесь так красивый достаточно Меркотино Узата. За ним следят, за все время делают перестановки. Я сначала подумала, цена за вот эти две колбочки. Нет, это за столик. Я иду сразу в отдел с одеждой, потому что мне интересно посмотреть туфли в последнее время. Ну и по ходу, конечно, я заглядываюсь по сторонам. Это здесь такое, знаете, как небольшое подвальное помещение. То есть большое подвальное помещение. И можно купить все, что угодно. В Риме, конечно, с вещами проблем нет. И Меркотино Узата. И Меркотино на рынках. И Порто Портезе. Конечно, очень много всякого товара. Бэушного. Вот. Я смотрю, ботинки симпатичные. Я их потом мерила. Но они не очень хорошо сидят на ноге. Они делают ногу, знаете, как у маленького мука. Очень длинные. Очень длинные. Не очень красиво смотрятся на ноге. Далее идут фирменная обувь. Вот Сальваторо Феррагамо в данном случае. Знаете, я в последнее время как-то полюбила фирму Сальваторо Феррагамо. Раньше никогда в жизни не обращала на нее внимание. А сейчас очень понравилось. Также есть парфюмерия, как видите, браслетики всякие интересные, бусики. Знаете, живя в Италии, я начала присматриваться вот к таким тоже мелочам. Всяких бусикам, браслетикам. Раньше меня это не сильно интересовало. А сейчас в Южной стране, я смотрю, женщины много на себя одевают, много носят. Смотрится очень красиво. Я тоже как мартышка. Подражаю. Как видите, очень много яркой одежды, юбки, босоножки красивые. Это мужской отдел. Такая вот остроносая обувь. Знаете, на самом деле удобно, когда в одном магазине ты можешь посмотреть и одежду, и бытовые предметы, посуду. Вот эти туфли Валентина мне очень понравились. Но они, к сожалению, были маленького размера. Вот такие вот классические туфли я подыскиваю для себя. Но в этот раз как-то ничего не нашла. Все было маленького размера. Моего 39, 39,5 ничего не было. Также было много вроде одежды. Но тем не менее, знаете, вот видите, кажется, одежды огромная куча. Есть из чего выбрать. Но очень много старомодные, очень много непонятных фасонов. Я редко покупаю именно одежду в таких магазинах. Вот такой симпатичный джемпер мне приглянулся. Я его крутила, крутила, но потом он оказался маленький. Хотя вроде как симпатичный. И повторюсь, в таких магазинах не сильно маленькие цены на одежду и обувь. Это если выбирать для себя какую-нибудь фирменную, хорошую, новую, в отличном состоянии, тогда да, можно подыскать. А вот для перепродажи как-то практически ничего не попадается. Вот такое интересное платье Лаурель. Ну, так как итальянки мелкие достаточно, и одежда, как видите, как правило, маленького размера. Для того, чтобы найти Эльку или Эксель, нужно очень сильно постараться. Дальше опять фирменная обувь. Есть, конечно, очень даже смешная. Вот тоже тут, только видите, из пони. Как у меня. Кстати, я ношу свои тут, мне очень удобно, очень комфортно. Я довольна покупкой. Красивая сумка на заднем плане. Вот тоже неплохой туфель, но очень высокий каблук. Конечно, я такой уже не ношу, мне нужно что-нибудь попроще. Далее идут платья. Платья совершенно разные. Разные расцветки, разного фасона. Кажется, их безумное количество, но тем не менее, выбрать удается что-то очень редко. Опять же таки, витрина и бижутерия, и не всегда она качественная. Есть, конечно, очень красивые отдельные экземпляры. Нужно время, чтобы это все рассматривать, пересматривать. Потому что, кажется, вот вроде бы все посмотрел, а потом на видео видишь, смотришь, что чего-то не заметил. Далее блузки, рубашки. Как видите, все в данном случае развешано по цветам. Вот такая симпатичная шелковая рубашечка. Ботинки, туфли. В этом магазине, конечно, очень много закоулков, скажем так, на вазе. Кстати, ваза мне понравилась. Вот симпатичный туфель, красивая расцветка, невысокий каблук, но очень маленький размер. К сожалению, я очень расстроилась. Это я вам пытаюсь показать платье, которое есть в ассортименте. Но ничего приличного найти не удается. На руке у меня уже висит босоножек, как видите, я вам покажу. Я его купила. Кстати, он стоил совершенно недорого, 1 евро. Пара босоножек, естественно. Также в наличии шубы. Шубы в этот раз были тоже очень даже неплохие. Вот такая вот шляпка на манекене. Безыменная. Кстати, и людей в магазине было тоже очень много. Вообще в субботу-воскресенье людей настолько много, что не всегда можешь нормально посмотреть что-либо. Опять норковые шубы. Как видите, они все висят под потолком, чтобы, наверное, не украли. Хотя у них есть магнитные вот эти вот кнопочки. Вот до сих пор стоят эти кроссовки прозрачные. Я когда-то в каком-то видео снимала месяца три назад. До сих пор они в наличии. Видимо, никто не рискует ходить с голой ногой в пластиковой обуви. Вот такого плана у меня есть, кстати, старые мои туфли Balenciaga. Сейчас модно также обувь с ремешками, я смотрю. Далее украшения. И все, я перешла в отдел посуды. Вот такой сервис, что странно, да? Битая супница, а стоил этот сервис 200 евро. Далее в витрине столовые приборы. Очень красивые бокалы для шампанского. Как видите, в таких магазинах стараются как бы сервировать столы, чтобы было понятно и видно, с чем имеешь дело. Красивые настольные лампы, зеркала. Повторюсь, при желании в таких магазинах можно найти просто клад. Не могу сказать, что все стоит дешево достаточно, но тем не менее. Не всегда замечаешь даже подносы на столах, хотя подносов здесь тоже очень много. Не всегда обращаешь внимание на картины и люстры, потому что они висят высоко под потолком. Посмотрите, какая красота. Нежнятина. А вот сервант. Не сервант, наверное, как это называется. Витрина, она стеклянная вся. Вот такие чашечки, скорее всего, это подставки под яйца. Как видите, в глубине также стоят картины. Такая симпатичная статуэтка. По-моему, у этого молодого человека не хватало пальцем на руке. Далее идут декоративные тарелки. Как правило, по одной, по две штучки. Неудобно пересматривать, конечно, таким образом. Но, тем не менее, как говорится, шумаемо-тумаемо. Посмотрите на эту трему. Просто обалденное. Необычная пепельница, я ей вот крутила. Далее мебель шестидесятых-семидесятых годов. И такая же посуда такого же плана. Вот такой симпатичный графинчик. Вот эта вазочка маленькая мне понравилась, но она уже была с надколом надбитая. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Такая мадам с кувшином. Я буду заканчивать на этом видео именно в магазине. Субтитры создавал DimaTorzok. Конечно, я нашла кое-что. Дома вам все покажу. Вот это, видите, для бутылки с вином. Вот это просто деревянная полка. Давайте я вам покажу покупки, которые я сделала. Вот такой пиджак я купила. Сама удивляюсь, как удалось найти такую прелесть. На самом деле, я бы с удовольствием носила его сама. Признаюсь честно, я хотела себе такой велюровый пиджак. У меня когда-то был такой темно-синий. Я его износила до дыр. Очень любила, очень комфортно. Это в данном случае мужской пиджак фирмы Salvatore Ferragama. Обалденного качества. Просто безумно красивый цвет. Как видите, он такой нарядный. Здесь такие лацканные атласные. И вставки сделаны. Видите, кармашки так красиво сделаны. Пиджак в идеальнейшем состоянии. Состояние, можно сказать, практически нового. Посмотрите, какая здесь подкладка. Вот такой вот лейбл. Пуговичка, кстати, видите, можно носить и на женскую, и на мужскую сторону. Совершенно без проблем. Сейчас это очень модно. Сейчас пиджаки с мужского плеча прям пик сезона. Я вот присматриваясь, думаю, выставила его на продажу. Давайте так, начнем с того, что я купила его задешево. Подождите, у меня тут волнение у туземцев. В собаках хочет зайти в дом. Продолжим. Я его нашла в самом... Нет, ну да, можно сказать, в каком-то углу непонятном. Он там висел, себе никого не трогал. Не знаю, почему его не купили. Может, не видели. Может, специально его так завесили. Может, кто-то из продавцов хотел себе взять. Хотя не знаю. Я вот его купила за 42 евро. Изначально он стоил 84, но на него уже была скидка 50%. Я его взяла за 42. Я считаю, что это отличная покупка для меня. В крайнем случае, если я не продам, я буду носить его сама с удовольствием, с радостью. Просто все-таки надеюсь на нем заработать нормально. Потому что такой пиджак новый стоит 1500-1700 евро. И давайте я вам покажу его вид сзади. Сзади он совершенно обычный, просто велюровый. Пиджак бархатный. Вот такая вот красота. И также в этот раз я нашла вот эту брошечку. Не знаю, не смогла без нее уйти. Не могу сказать, что она стоила слишком дешево. Ой, простите, что-то как-то у меня... Вот такая... Как-то она не фокусируется. Видите, бантик с одной стороны, камушки. С другой стороны просто, как видите, перекрученная цепочка. И вот такие синие висюльчики. Обошлась мне эта винтажная брошка в 15 евро. Не дешево. Здесь видно, что она винтажная. Здесь и замочек. Такой винтажненький. И сама она вся такая винтажненькая. Не знаю, мне очень понравилось. И решила, мне очень надо. У меня есть еще две брошки. Одна вот такая, если кто помнит. Ну, это как булавка. Я ее тоже иногда ношу. И вот эта вот. Ну, это совсем... Мне досталось практически даром. За 2 евро я ее, по-моему, купила. Тем не менее, она очень красиво смотрится. Она, знаете, сделана как в D3. Немножечко такая объемная. Симпатичная. У меня еще была брошь Марни, если кто помнит из таких камней. Она достаточно тяжелая. Плохо закрывалась. И я ее уже продала. Я не просто так показываю вам коробку. Здесь туфли, которые я купила себе на Вестиары... Ой, Вестиары. Простите. На Винтеди сайт. Сейчас я вам покажу. Коробка написана Хугабосс. Но внутри туфли Сальватору Феррагамма. Эти туфли я давно себе хотела. Я их купила достаточно дешево. За 55 евро. Для Сальватору Феррагамма это дешево. Но, к сожалению, уже выстояла их на продажу. Объясню почему. К сожалению. Потому что туфли оказались очень узкие. Я даже никогда не могла подумать, что в таких узких туфлях нога просто немеет. Невозможно передвигаться. И что интересно, они узкие не вот здесь, нигде шнуровка. А вот именно вот здесь. Даже видно. Вот здесь. Я не могу сказать, что у меня широкая слишком нога. Но, тем не менее, туфли на очень худую ногу. Хотя безумно красивые. Это размер 39. Сейчас где-то тут написано. Вот внутри. Кстати, они идеально подходят пиджаку по цвету. Но вот не подходят для меня. Такое неплохое сочетание. В общем-то, ну, не судьба. На этом, в общем-то, все. Всем удачи. Хорошего настроения. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok